Вариант уже с постарше детишками. Правильно, помогай маме. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Для беременных не очень это упражнение. Оставим малыша или малышку на себе. Будьте аккуратны. Если не привычки, то будет немножечко билять корпус. Правда? Нагрузка пошла у нас? Да. Пошла. Я еще успеваю болтать. Представляете, как все сложно. Вот. Ну вот у меня Матвея уже относительно привык к таким вот изощлением над собой. Поэтому он уже спокойно сносит это все. Вот. Я думаю, что... Да, Матвея может просто стекла сейчас хочет отвлечься. А вот Вари, в основном, вполне себе хорошо держит. Все. Опустим немножко, немножко. И мы попробуем чуть-чуть размять детей слегка. Чтобы они чуть-чуть, да. Пожалуйста, мы можем сделать тоже чуть пошире. Если малыши стоят. Да. Если они... Начнем с того, что если они у нас уже стараются вставать. То мы можем их поставить. И сами немножко наклониться к ним. При этом. Мы раскрываем очень хорошо подколенные сухожилия. Их можно посадить. Это будет вам. Лучше напомнили. Пожалуйста. Их можно отпустить. Пусть они глубже. Да. И мы можем наклониться к ним. Только одним движением. Не качками. Качки очень сильно могут травмировать подколенные сухожилия. То есть движение будет одно. Да? Длинное. Если пока сложновато, то вы делаете чуть согнутыми коленами. Вот. Если малыши у нас упозривали, пусть. Им тоже иногда надо отвлекаться. Так. Да. Вот. Отлично. Мама у нас всех малышей отпустили. Пусть. Наконец-то маму найдены с собой. Да? Давайте продолжим тогда практику. Попробуем сделать вот такое движение. То, что мы вчера анонсировали. Положение для беременных. Это как асама. По задорогу. Красивое название. Как же? Спасибо. Еще красивее выглядит в этом положении. Соберем ладошку еще вместе. И локтями надавим на мышление поверхности бедер. Вот так раскрывая спину бедер. Мама, это все. Все равно свой ремонт, наверное, будет делать здесь. Нет? Нет? Вот. Прекрасно. Очень хорошее движение для бедер. Как работать в этот момент с малышом? Ну, если малыш занят, можно работать с ним в таком положении. Давайте попробуем сделать вариант. Если малыш у нас все-таки на вас обращает внимание. Сынок. Покажи мне, пожалуйста. Сейчас. Иди, мы с тобой покажем. Будешь дальше заниматься. Идем. Идем. Молодец. Смотрите. Если у нас малыш встает, мы делаем следующий вариант. Работаем вместе с ним. Если он не хочет встать, то спустите. Хочешь встать? Отлично. Не хочешь? Опускаем. Опускаемся вниз и возвращаемся. Ты пошел в отхат? Ты пошел в отхат? Все. Ты немножко подустал? Смотри, там что делают девчонки. Да. Давай еще попробуем разок. Подъем. Если малыш согласен, может, не согласен однозначно, то мы его поднимаем. Если нет, мы оставим положение сидя. Сами потягиваемся вниз. И опускаемся вниз. Аничка, что у тебя бумажка во рту. Беги. Беги. Немножко расстался. Беги. 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 Успокаивай. 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 Все, все, все. Окей. Так, слушай, ну она прям рвется очень сильно, ты знаешь? Да, очень сильно рвется, я тебе сейчас как-нибудь. Вот я бы не стала на то вместе. Вот я бы не стала на то вместе, да? Да. Тище, да. Так, ну, дальше давай, пожалуйста. Если у нас немножко вот такой вот отказ пошел, да. Ну надо что-то делать, сейчас мы это сделаем. Раз мы начали работать с бедрами, мы можем вполне себе позволить продолжить работать с бедрами, даже если малыш сидит и ест. И даже если малыш у нас как-то очень сильно закапризничал, он окончит на ручку, да? Вот, что нам можно предложить в данном случае? Я уверена, что Степа тоже делает такое положение, да? Если сейчас, вы не обязательно удерживайтесь, я просто буду показывать, да? Мы с вами договорились, что каждый работает в своем, да? Вот. Можно потренировать в этом положении своего, да, используя баха-канасану, да, козу бабочки. Для чего нам нужна данная вариация? Данная вариация нам очень все нужна для того, чтобы хорошо, грамотно и правильно восстанавливать свою репродуктивную систему. Я думаю, что процесс запуска месячных для каждой женщины после родов это очень важная ситуация, да? Да, потому что мы все хотим быть фертильными, репродуктивно способными. И женщины, наверное, планируют только одного ребенка, ну, по крайней мере, в своих желаниях. Вот, поэтому вернуть репродуктивную систему в норму очень важно достаточно быстро. Мы быстро имеем гармоничную для организма, конечно, но без затяжки. Поэтому данная практика по акканасану, который связанного угла в динамике, вот, ну, пусть занимайтесь пока, да? Вот. У нас вариантов с утяжелением, но при этом это утяжеление дает мне возможность держать спину и спину. Сейчас, пока я наблюдаю за вами, я вижу немножко вот такое движение вперед-назад спину. Да? Да? Ты от мамы сбежал, что ли? Вот. Меня интересует движение вертикальное. То есть, когда вы сидите на седачем косточке, прислушившись вперед и отталкиваете кодку. Сверх, да? Тяжеловато, правда? Потому что зажатый достаточно таз. Ты что там ешь-то? Ты не там ешь-то? Ты забыл где есть? Да. Давай, пожалуйста. Вот. Потому что немножко зажатый таз. Потому что немножко уже упавший вниз спина. После того, чтобы носить все время ребенок.